После оглашения приговора плакали почти все, и слушатели, и осужденные. Четырех челябинцев осудили за организацию нарколаборатории и распространение запрещенных веществ. Услышав, сколько лет им придется провести за решеткой, заплакали. Наш корреспондент Ксения Лантух побывала на процессе и расскажет все подробности. Челябинский областной суд вынес приговор четырем жителям Южного Урала. Алексея Зубкова, Владимира Васильченко, Константина Новоселова и Викторика Малединову обвиняли по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков, организованная группой лиц в крупном размере». Как установило следствие, эти южноуральцы сами готовили наркотики, а потом прятали их по тайникам. Криминальный бизнес открыли в январе прошлого года, а уже в апреле всю группировку разоблачили. В ходе судебного заседания установлено, что лаборатория по производству наркотиков находилась на территории деревни Верхней Карасичи, Варкульского района, а закладки соучастники раскладывали на территории города Челябинска. А вот и кадры из нарколаборатории криминальных бизнесменов сдал курьер. Он помогал оперативникам раскрыть всю наркоцепочку, когда был пойман с мелкими партиями. Тогда служители закона взяли его в оборот, и он сразу сдал своих работодателей. И вот трое мужчин и их подельница теперь слушают приговор. Их признали виновными в изготовлении наркотиков и распространении запрещенных веществ. 24-летняя Викторика Малединова получила 7,5 лет и оштрафована на 200 тысяч. Самый большой срок за решеткой получил 30-летний Алексей Зубков. На основании положения части 30-69 УКР по свободности преступления путем частичного сложения наказаний назначить 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей без ограничения свободы, без лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. А вот 47-летний Константин Новоселов не смог присутствовать в зале суда из-за состояния здоровья. Свой приговор он слушал онлайн. Суд назначил ему 16 лет лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей. Понятно. Сроки обжалования понятны и порядок обжалован. 24-летнего Владимира Васильченко отправили в тюрьму на 14 лет. Государству он заплатит полмиллиона рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают...